Довольно часто меня спрашивают, почему та или иная трансформационная игра столько стоит. Почему есть игры дешевле, а есть дороже? Почему две, на первый взгляд, идентичные игры стоят по-разному? С удовольствием отвечаю. Меня зовут Сергей Федоров, я самый популярный в Казахстане автор трансформационных игр, на данный момент у меня их 13. И сегодня я вам расскажу, из чего складывается стоимость трансформационной игры. Первое. Это, конечно же, себестоимость. Это то, сколько самому автору обходится создание, то есть печать одного комплекта. Второе. Это обучение. Есть игры, где обучение обязательно, а есть те, где обучение не играет особой роли. И игры без обучения могут стоить гораздо дешевле. Третье. Это глубина и качество обучения. Есть игры, где обучаться нужно от месяца и больше. Соответственно, глубина обучения будет отличаться. И цена, соответственно, тоже может отличаться. Четвертое. И, на мой взгляд, самое важное. Это бренд. Это статус, популярность, узнаваемость автора. Согласитесь, есть машины дешевле, есть дороже. То же самое и с телефонами. И когда вы покупаете более дорогую модель, вы, в том числе, платите за бренд. С играми то же самое. Надеюсь, я ответил на вопрос, из чего складывается стоимость трансформационной игры. Если остались вопросы по игровой тематике, пишите, с удовольствием отвечу. Также у меня есть обучающий курс создания своей трансформационной игры, где мы с вами в индивидуальном порядке за 10 занятий создадим ваше детище, ваш уникальный продукт, ваше уникальное творение, которое вы будете нести дальше, получать деньги и повышать свой статус. Желаю вам удачи, успехов. Увидимся с вами. Пока.